ну все пришла пора выходи выходи быстрее буду ловить тебя и ты станешь героем эпичного ролика и увековечишь себя в ютюбе на долгие дни ну по крайней мере я на это надеюсь как вы поняли наверное мои дорогие ютюба зрители мурыша любители пришло время показать вам давно и нетерпеливо ожидаемый эксперимент по столкновению членистоногих представителей фауны из разных ореолов обитания так называемый батл вот этого муравья вида харпигната свинатор жители юго-восточной азии и южного китая и многоножки вида скутигера калиоптрата хорошо известный нам под именем мухоловка клеопатра мухоловки обитает широком ареале по всему миру и возможно даже обитают совместно с винаторами но моя многоножка сибирская таких зубосто жалостых муравьев точно не встречала и поэтому я дам ей фору дома как говорится и стены помогают и мухоловка встретит своего врага на собственной обжитой территории вот винатор и на месте теперь наберемся терпения и будем ждать когда оппоненты найдут друг друга харпигнатосы глазастые от природы и поэтому винатор не теряя времени начинает исследовать новую территорию эти муравьи довольно любопытные впрочем все муравьи наверно таковы исследовав небольшой участок почвенного покроя арены муравей устремляется вверх по стенке опыт подсказывает ему что там где то там выход любое существо оказываясь в незнакомой обстановке спешит найти путь назад на исследованные и понятные территории иногда я удивляюсь как много безусловных рефлексов записано в днк существ который имеет всего одну хромосомную пару эти движения формикарии замечает другая ярая мухоловка поедательница случайных залетных бабочек гурман инсектофаг кошка-мурка винаторы всегда манят и завораживают ее вот почему мне приходится заклеивать скотчем крышку формикария с этим видом только ради безопасности кошки клеопатра не движется и пока затаилась ну а мы тем временем понаблюдаем за реакцией кошки на винатора муравей сделав круг по верхней кромке арены формикар решает спуститься с другой его стороны на грунт но разглядев вдали неизвестное существо винаторша решает держаться дальше назад назад на прозрачную стенку клеопатра наконец зашевелилась возможно она почуяла что потенциальная добыча уходит от нее еще ни разу за все ее проживание в этом формикарии мухоловка не встречала опасности и похоже она потеряла бдительность клеопатра голодна и нетерпелива кошка-жимурка напротив очень терпелива хотя тоже ждет возможности сапать подопытного разнюхать потенциальное лакомство не удается и вход пошли лапы осторожно но кошка понимает что пустить лапы в полном смысле этого слова ей не позволю я и поэтому она вынуждена сдерживать свои охотничьи инстинкты проходит наверное около получаса у меня нет времени выжидать пока события начнут проистекать по естественному сценарию поэтому я начинаю форсировать их в нашу микростресс мухоловка уходит на свое излюбленное лежбище у поилки увлажнителя где в прохладе проводит на большую часть времени своего дневного отдыха винатор тоже движется в том же направлении он ранее исследовал эту территорию и уже считает ее потенциально своей и безопасной его ждет сюрприз атака предсказуемая многоножка наносит первый удар бросок и что же это жертва сопротивляется бросив ее клеопатра отходит на запасные позиции к новой идее нужно кажется присмотреться повнимательнее винатор не ожидавший атаки достойно встретил грозного противника следующий момент я буквально успел снять в самой активной фазе снова многоножка атакует но харпигнатос уже не теряется и в ответ вцепляется в своего врага винатор предпринимает попытку обойти врага с фланга бросок и мухоловка предпочитает делать свои многочисленные ноги сейчас мы наблюдаем угрожающий танец муравья он раздосадован и показывает этим танцам что уступать эту территорию он никому не намерен но муравей не успокаивается и преследует своего врага атаки противников чередуются но в конце концов спорную территорию решает покинуть оба оппонента и муравей и многоножка расползается по разным углам прождав еще около часа я решаю сузить круг эксперимента я хочу предоставить врагам равные условия на нейтральной территории уменьшая территорию для проведения эксперимента я ожидаю форсированного его протекания для нового эксперимента я использую круглый пластиковый контейнер и для лучшего обзора съемки накрываю его стенкой одного из своих новых формикариев обзор на который совсем уже скоро появится на моем канале ну вот второй участник эксперимента довольно опасный для человека муравей винатор на арене неспроста этот вид муравьев получил такое наименование пришло оно как раз из древнего рима в гладиаторских боях которого это имя носили бойцы сражавшиеся с животными ассистентом винатора был бестиарий задачу последнего входило следить за животными дразнить их перед боем развлекая публику а также ассистировать приказных преступников с помощью зверей сегодня роль такого бестиария выпала мне а моей бестии является монстр ужас домохозяек и прочих слабонервных представителей муравьев вида homo sapiens вновь атака винатора но теперь это больше акт устрашения чем реальное нападение со всеми вытекающими дальше я снимаю практически только голевые моменты противостояния но и они постепенно спадают на нет накал борьбы пропадает броски винатора символичны они направлены только на то чтобы прогнать лохмоногую бестию со своего пути время идет проходит еще около часа и что же мы видим теперь муравей чувствует себя похоже полноправным хозяином территории а мухоловка теперь только предпочитает самоустраняться с пути явного доминатора сегодняшнего опыта движение муравья спокойны он переключается на другую задачу задача его теперь найти выход с этой замкнутой негостеприимной территории мне остается исполнять роль бестиария я пытаюсь вновь спровоцировать агрессию проверенными действиями вносящими микростресс но похоже я немного перестарался ранее уверенный муравей испуган движение его становится робкими я выжидаю еще какое-то время и пускаю в дело проверенную кисточку но и теперь попытки спровоцировать нападение винатора не приносят никакого результата агрессивно вцепляющийся в кисточку муравей оказавшись прямой близости от многоножки не срывает свою агрессию на нее похоже оппоненты перестают друг друга бояться окончательно никакой агрессии ни с одной из сторон что это солидарность попавших в общую беду существ или зарождение соседских взаимоотношений подобные взаимоотношения происходят в природе регулярно например мне приходилось наблюдать как на одном небольшом пне могут уживаться мирно муравьи формика фуско и непримиримые агрессоры видолазию снегер буквально в пяти сантиметрах друг от друга но проверять эту гипотезу я сегодня не стану для подобного долгосрочного эксперимента условия явно не подходящий поэтому сегодня я вынужден поставить жирную точку намерение обязательно умертвить кого-либо из испытуемых у меня не было я не кровожаден я предпочитаю просчитывать результаты своих действий наперед лимфопролития не было и это даже к лучшему всегда ли худой мир лучше доброй ссоры я так не думаю это человеческая аналогия тут явно неприменимо не все в природе можно мерить человеческим аршином нужно привыкать и понимать ваших питомцев ну вот дорогие друзья так ожидаемый вами опыт завершён сделать выводы из сегодняшнего эксперимента ваше полное право спасибо за внимание ваше полное право Редактор субтитров А.Семкин